Утро на Болткоме 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 Анхаматову, она писала под нее, и для нее это было, ну, совершеннейшим потрясением, когда в итоге вот реализовывается, и Чулпа Анхаматова действительно играет свою роль. А у вас есть, вот, когда вы, ну, создаюсь, пишете, вот какого-то актера, представляете, на которого вы надеваете этот образ? Ну, вы знаете, когда я писал строка, вот именно, то я не то, что представлял, я знал, что это будет Яков Рафальсон в Риге. Потому что он феноменально похож на строка, да? Если вы возьмете две фотографии, то вам трудно будет разобрать, где кто. И, конечно, я это учитывал, конечно, когда писал. А здесь, когда ко мне обратились, и тоже спросили, а ничего, что вот молодой актер будет играть? Ну, я знал, кто будет играть, и поэтому он абсолютно спокойно отнес и вроде как все очень хорошо получилось. А как вообще произошло, что именно ваша пьеса, именно эта пьеса была выбрана? Бахтанговским? Да. На что они обратили внимание? Это всегда случай. Случай. Это всегда почти происходит неожиданно, если пьеса не написана под заказ конкретного театра, да, раздается звонок, и начинает крутиться вот эта вот машина с массой людей, чтобы довести пьесу до сцены, до спектакля. Всегда случай. У меня это так происходит. Ну, это не первая ваша пьеса, которая поставлена за границей, и полустанок, в общем-то, несколько театров взяли в свое время. А вам наверняка, ну, у вас есть возможность сравнивать, с кем интереснее, с кем легче работать с местными актерами, ну, я надеюсь, они не все будут слушать ваш ответ, или все-таки с заграничными, в том числе российскими? Ну, дело в том, что я-то сам практически с ними не работаю. Я отвечаю на их вопросы, если такая возможность есть, да. А количество вопросов бывает просто, ну, феноменально огромное, да, когда актеры разбирают по словам, по всему. Самый сложный процесс, наверное, был в Лондоне, в Роял Корт, это пьеса «День памяти». Там вытрясли всю душу, но результат того стоил, конечно. А эта дотошность, она чем продиктована? Люди хотят воплотить образ, ну, такая деревянная фраза, конечно, но, в принципе, правильно. Ну, в принципе, это речь идет о том, о чем спросил Олег, то есть о вашем первоначальном замысле, что автор вкладывал. Да, да, да. Вот в этом копаются. Если, я повторяю, если есть такая возможность, если работа построена именно так, а есть моменты, когда просто договариваются, и пьеса ставится, и все. Я же очень многих своих спектаклей не видел даже. Поэтому... А скажите, вот эти... Вот вы упомянули то, что есть же две модели театра, то есть это репертуарный театр, и вот все-таки западная модель, это когда... Это продюсерский проект, когда просто сходятся разные актеры для одного конкретного проекта, и затем они разбегаются, могут даже не встретиться. Вот по-вашему, что более... Ну, не знаю, не то, что вы жизнеспособны, но более вот как-то... Какая из этих моделей более вам близка по сердцу? Да не обе близки, потому что на самом деле все зависит от, наверное, от талантливости постановки, от работы актеров. Они и в репертуарном театре... Ну, есть люди, которые работают очень плотно и... Ну, просто круто. Есть и в проектных театрах, там тоже огромные, ну, там, кастинги и так далее, и там актер... Каждую постановку тоже должен отрабатывать, потому что в следующий раз его просто не позовут, если он плохо сделает. Везде есть свои плюсы, но зависит все-таки от команды, от режиссера прежде всего. Что получится на выходе? Ну, видите, здесь есть разница в чем? В том, что в репертуарном театре эта постановка может оставаться достаточно, ну, долгое, продолжительное время, годы, и как-то, может быть, где-то шлифоваться, где-то что-то... А в этом... А в этом... Это какой-то такой, мне кажется, немножко конвейер, ну, то есть, отыграли там, запланировано 50 спектаклей, они играются каждый день, и все, 50 прошло, и эта постановка умерла. Все, разобрали? Да, а то и два раза в день они играются. Ну, есть же еще... Тут такая история в проектных театрах, есть вещи, ну, там больше мюзиклы, конечно, которые там на Вестенде или на Бродвее идут годами и десятилетиями, а сделаны они как проекты, спектакли, да? Поэтому у каждого спектакля там своя судьба. Ну, вот у мюзиклов так, больше так. Если удачно. У меня, кстати, небольшой опыт хождения по мюзиклам, я вообще этот жанр не очень люблю, но однажды в Лондоне ну, невозможно было не сходить на Кэтс, тоже 100 лет в обедской постановке. Я видел Кэтс, я видел и «Призрака оперы», и Кэтс, я все обошел, все музыкальные театры, все мюзиклы посмотрел в Лондоне когда. Сколько денег хватило, все посмотрел. Вот третий коллег сразу оживился. Вот если говорить о технике, о технологии создания, ведь наверняка современный театр, он тоже относится к пьесе немножечко с такой прагматичной долей вот такого прагматики. То есть нам нужна пьеса, чтобы задействовать, я говорю про репертуарный, может быть, театр, задействовать пожилых актеров. Есть какие-то там требования, условно говоря, суповой набор для того, чтобы задействовать все театральную трубку? Я с этим не сталкивался. Такого не было у вас? Да, и с тем же строком, когда тогда еще Эдуард Ильич Саховал был директором, собственно, когда Игорь Коняев был главным режиссером, они ко мне обратились, и в принципе все свелось к тому, слушай, пиши, что хочешь, но чтобы это было хорошо. Слушайте, как, наверное, это приятно слышать. Да, и это было очень здорово. Да? То есть такой подход прямо, я думаю, должен накрылять драматурга. Ну, да, тогда уже шел полустанок хорошо, и собственно, был такой кредит доверия. И потом, и потом уже после строка мы делали кинтервиль с паузом тогда, и тоже вот это все было так достаточно, ну, вольница такая. Это очень хорошее состояние. Замечательно. Прям отличное. Я запишу, вот Алексей еще рыбак будет еще. Вольница – это отличное состояние. Просто слоган можно распечатать, повесить. Вот насколько театр нуждается в современной драматургии, потому что мы видим, что, ну, есть театры ориентированные на классику, и здесь есть, ну, момент такой, что, ну, условный Шекспир, вот, все понимают сразу, что это такое, то есть, это какое-то, ну, классические произведения, пьесы, это бренд уже раскрученный, а когда предлагается какое-то новое произведение, сразу вызывает вопросы, кто, что, вот, как, здесь вот, ну, насколько театры охотно берут новые произведения в свой репертуар? Да берут они, берут, конечно, может быть, ну, с моей точки зрения, там, недостаточно много они берут, ну, их тоже можно понять, то есть, вообще, мое мнение, да, что, ну, вы говорите, Шекспир, Чехов, это для гурманов, наверное, уже, потому что, ну, мы все видели множество постановок, и по Шекспиру, и по Чехову, и то, что я видел, ну, это, наверное, чаще все-таки не особо удачные вещи, но есть просто шедевральные, да, вот, все зависит от талантливости, того, как это сделано. С новой драматургией это тоже риск большой, да, действительно, и в продвижении, и кто это такой, чего это, я пойду, там нужно, чтобы постановка была удачная, и тогда уже народ подтягивается, и идет, и, в принципе, все это воспринимается, да, новая драматургия, она тоже, ну, очень же разная, да, и в разных жанрах написана, все, поэтому как попадешь? Случай, опять, я вот возвращаюсь к этому слову, случай, совпадение. Помимо случаев есть некие процессы, которые происходят не только в сфере культуры, я говорю о той самой пресловутой, например, политкорректности, она находит отражение, в том числе, в каких-то творческих вещах, как вы относитесь, например, к тому, что чернокожие актеры играют заведомо, ну, так скажем, в кавычках, белые роли, ну, та же самая актриса, темнокожая, которая будет играть Анну Балейн сейчас в современной постановке. играли господи белые актеры, спокойно все относились. Да, 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 ну, обычно, да, замазывали отела, вот, все-таки приближали. Вы знаете, я вообще ко всем этим процессам отношусь абсолютно спокойно, да, потому что, если чернокожая актриса сделает эту роль хорошо, то мне кажется, зрители забудут о свете. Собственно. Вот я так думаю. Но тут самое главное, чтобы это не было сделано просто для какой-то галочки или наоборот для скандала, для привлечения внимания. Да, всегда, потому что галочку и скандал, ее видно, это считывается сразу. Поэтому я даже не знаю, я спокойно отношусь. Абсолютно. Большое. Я не очень хорошо отношусь к каким-то цифровым квотам, что вот столько-то должно быть таких-то, столько таких-то. А почему? Это все есть, да. Столько женщин, столько мужчин там среди режиссеров, претендентов на призы. Я это не совсем понимаю. Ну, это на самом деле те же самые процессы, по которым темнокожие начинают играть белые роли. Это поддержка определенных слоев населения, которые были ущемлены в своих правах. И сейчас, в общем-то, мы имеем то, что мы имеем, да, те самые квоты по их продвижению. Всегда плохо, когда что-то в перебор. Вот. Во всех, наверное, вопрос. Если вам дадут тазик фуа-гра, и вам надо будет это съесть, это будет за много, правда? За один раз. Да. Вот. Поэтому везде хороша какая-то мера. Но сам вопрос абсолютно не коробит. Наверное, это какое-то советское воспитание, где все равны. То есть, все, что цвет кожи не имеет значения, и национальность тоже. это сидит где-то во мне, отсюда я отталкиваюсь, отсюда я абсолютно спокойно смотрю на эти процессы. Рожайте хоть в крапинку, хоть, да, вот из фильма «Цирк», да, хоть в клеточку. Слова настоящего интернационалиста. А скажите, вот большая ли конкуренция среди драматургов? Насколько сложно, ну, вот пьеса написана, вот, чтобы ее все-таки взяли в театр на постановку? Вы знаете, нас очень много. Очень много. Я просто участвую и участвовал в жюри конкурсов разных драматургических. И я вижу, сколько приходит работ на конкурсы. И, ну, в общем-то, что и как. Нас много. Конкуренция, с одной стороны, большая, с другой стороны, ставят единиц из современных драматургов. Мало. По фамилиям, по именам мало. И если там кто-то еще появляется, то все говорят там «Вах». Да? Человека ставят. То есть, да-да-да. Я к тому, что то, что ваша пьеса сейчас будет идти в Ахтанговском театре, то есть, это, в принципе, это действительно и удача, и признание, это можно считать, действительно большим таким достижением. не знаю, большое ли это достижение, но это замечательно. Тебе хорошо, когда хороший театр, хорошие люди, которые сделают продукт, сделают спектакль, и зрители будут ходить и плакать, и смеяться. да, тогда ты чувствуешь, что это получилось, и тебе самому очень приятно, как и с фильмом «Мимино», да? Мне тоже будет приятно. А легко ли написать пьесу для одного-двух актеров? Вот у меня вот такой технический тоже вопрос. Вообще, пьесу писать нелегко, даже если она легко пишется. вот, но мне как-то наверное, без разницы, зависит от задачи, о чем ты хочешь поговорить со зрителями, и, собственно, ты можешь говорить это, да, голосом одного актера, голосом двух актеров, или голосом пятидесяти актеров. То есть, вот, какой инструментарий тебе нужен для реализации? Вот это главный вопрос. И ты, собственно, пользуешься. Ну, на одного актера я, например, пьесу не писал. То есть, я ее писал, и она наполовину дописана, да? Но она уже очень долго лежит. Почему-то вот остановился. Да. На двоих не пришло еще ее время. Вы упомянули, что не раз были членом жюри различных конкурсов. Через ваши руки, через ваши глаза ум проходит масса вещей, написанных другими. Скажите, случалось ли или хотелось ли, появлялось ли мы слишком использовать чью-то находку? И как с этим чувством бороться или не надо бороться? А наоборот, просто, ну, это какой-то намек, который дает движение собственным идеям? Нет, такого ни разу не было, как ни странно. Ну, а может, и не странно. Я, честно, я читаю, я часто злюсь, я неспокойно к этому отношусь, потому что, ну, действительно, очень много фанеры. Просто люди вот рвутся, написать. Я понимаю этот порыв творческий, но когда читаешь, там чувствуется, что такое ощущение, что человек ни разу в театре не был, например, не знает, но есть очень хорошие вещи. Но что-то, что-то оттуда брать, да нет, нет, наверное, такого просто не было, не знаю, может, будет когда-то. Я не знаю. Спасибо большое. Спасибо. Алексей, еще раз поздравляем, конечно, вы настолько спокойно к этому относитесь, ну, видимо, такой характер. Мы, например, с Олегом страшно за вас рады и очень и сильно поздравляем искренне. Да, я рад, что вы рады. Спасибо вам. Спасибо, спасибо, всего доброго. Всего доброго, хорошего дня, новых творческих достижений. На самом деле, за Алексеем, вот я прям цитатник составил. Вольница, это отличное состояние. Писать нелегко, даже если легко. Тазик Фаугре, это много, вокруг много фанеры. Прекрасный автор. Я хочу добавить, что вот тема торговых центров у нас продолжится в программе Подоплека, вот будет тоже этому посвящена она. Ну, а затем Ольга Троицына, коуча, расскажет о том, как искать вдохновение и креативность. День продолжается, всего доброго. Утро на Болткоме Троицына, коуча, Утро на Болткоме